итак здравствуйте шкодоводы сегодня у нас будут итоги то номер 2 вот расходники со второго то это мы готовимся уже к новому ролику про фильтра будем пилить короче расходники второго то и расходники с первого то все как вы говорите у нас оригинальный такой вот наш фильтр присадочка там люди спрашивают что за присадка вот присадка короче что первое что что второе все одно и то же меняется масляный фильтр дает нам присадочка для чистки топливной системы я сейчас залил новый образец кстати здесь видно какая она знаете чем разница вот что вот эта присадка старая и новую которым не дали они разные так гадались какие так этого из нас там до 90 года короче то жидкость наш кода заработала жидкость маслянистая но здесь запах такой знаете химический а у той приятный на ощупь она такая сильно маслянистая но никак не бери как не прописали так маркировку кому нужно сейчас наш муж вам был лучше видно так видели маркировку так ладно фильтра это все на потом показываю здесь у нас завода стоял черный фильтр ваговский он скорее всего армированы а тут у вас уже тоже как бы ваговский но не заводской а уже с ты его он не черного цвета как заводские он как и ваши любимые все он серенький короче у нас получается так что в этом фильтре у нас шел в том у нас баговское масло вот мы распилим и посмотрим что лучше потому что только у нас будут настоящий так сказать ресурсный тест одна и та же машина один и тот же владелец практически одна и та же манера в вождении но на этом фильтре мы ездили так более-менее щадящий режим весь масляца будет получше здесь уже топали и грузы возили тяжелый распилим посмотрим что лучше масло на основе нефти или масло основе газа теоретически как горит шелл их масла они лучше чем нефтяные тем что лишены косяков нефти какие косяки у нефти это асфальта смола смотрится парафинистые вещества сажа всякие нагары посмотрим что делает газ ладно газ газом главный у нас косяк выявленный первым то и вторым то это салонный фильтр здесь вот мой родной салонный фильтр с первого года так кому интересны логотипы все так маркировка салонного фильтра маркировка второго салонного фильтра все одно и то же мы идем они тут у нас мы видим франц ну чё ж ничего страшного фишка том что салонный фильтр первого года у нас так как бы стану практически нормальный как видите ну так чуть-чуть а вот салонный фильтр второго года полнейший кошмар смотрите и это всего лишь за полтора месяца стройки которые у меня в поле как я его ушатал видите цвет даже разный поэтому салонный фильтр менять если вы гоняете по полям любите природу это сразу же раз в полгода если у вас чисто городской стиль у вас примерно будет вот такой фильтр еще куда не шло можно раз в год так сравниваем чисто заводской фильтр структуры текстуры фильтра который ставит на то разница есть товарищи чисто заводской фирма который видите все ровненько и трущий момент а здесь уже не полное заполнение вот и все получается вот этот фильтр который мне поставили у дилера отличается свойствами от совершенно оригинального фильтра который ставится на заводе дилер мне поставил что боли а что стоял на заводе dance а вот и вам и разница и свалил здесь dance и это оригинальный ваговский это но тоже оригинально но лишь потом короче если вы возьмете копию вот так как в ролике у тести про фильтр там было там вот идет видите здесь как бы сказать такой вот запозданием плохое заполнение углем там на тех который фильтр он там вообще он грубый такой жесткий фильтрующий элементы еще больше пустот заполнения у этого фильтра так где он тут не изнаночной стороны у этого фильтра видите придет полное заполнение ткань мягкая приятный фильтрующий элемент это качество более полное заполнение естественно лучшая фильтрация когда из пустоты тот будет хуже фильтрацию фильтра ну там если посмотреть мой ролик где тестью меняем салонный фильтр там еще хуже этот момент так что оригинал он и в африке оригинал чтобы там не говорили любители копий оригинал из оригинал поэтому не стоит денег потому что он лучше она разложим по полочкам короче салонный фильтр это ваше здоровье воздушный счет это здоровье вашего автомобиля вашей турбины коробка с первого года коробка со второго года как бы все одно и то же маркировочкам нужно все запомнили теперь вскрываем фильтрующий элемент но здесь не родной мой фильтрующими мой родной фильтрующий элемент если вы смотрите наш канал знаете что он теперь стоит у моего тестя в его шкоде он его почистил вот у себе вот такой фильтрующий да это родной фильтрующий элемент которые ставили на шкоды знаете когда не машину него 13 года man бидинг страусы тюнинг понятно не шалам балам вот тести фильтр вот мой фильтр но фишка такая что вот этот фильтр он темнее чем который был у меня потому что этому фильтру три или четыре года представляете человек не менял три или четыре года точно не помню ролик смотрите вот годовалый фильтр с моей машины фильтр я менял в том году я меняю фильтра каждый год потому что потому что чистый фильтр это как чистый нос у спортсмена чистое свободное дыхание лучший результат фильтрующий элемент необходим для защиты нашей турбины от пыли и грязи при забитом фильтре ухудшается дыхание двигателя повышается расход из-за уменьшения качества обогащенные обогащение смеси грубо говоря ну и на самый фильтр вы можете угрохать свою турбину который так нежная так видите поля дают на себе знать всякие он семена растения вот это дам но как видите вот вам разница вот годовалый вот 4 годовалый но вот этот фильтр катался только по городу этот фильтр как я же сказал полтора месяца гонял по полям в пыли и грязи но он еще более-менее можно тестью еще через годик его отдать кстати сравним маркировку что не поставили на твоего и что стояла завода у человека смотрим сравниваем как бы одно и то же и одновременно не одно и то же разными штамповки вот это оригинальный фильтр завода это как бы оригинальный фильтр 100 номера одни и те же но штамповка разные так давайте проверим по материалу что да как смотрим ткань ткань вернее бумага плотный одинаково все одинаково ладно следами разобрались меняйте фильтр минимум раз в год воздушный это просто правило жизни тиса и турбины так итоги по под его ты о-2 совпадает что его один по расходным материалам по работе что там что сам и заменяется салонный фильтр воздушный по желанию но я рекомендую всегда менять лучшие фильтры на любом то его раз в год минимум дается вам присадка на каждом тело заливаете на пустой бак потом прям на заправке открыли так вот здесь по бокам нажимаете с крылья поставить такую шланчик там будет насадку кстати будет ролик отдельно сейчас мы снова проверяем присадку после первого то налил присадку расход был на холоду 0 6 литра стало 0 5 литра кто помог присадка или завершение обкатки непонятно возможно помогло это это может быть ничего не помогало просто так получилось но я все-таки думаю что работала присадка короче заливаем присадку в пустой бак разбавляем бензином до полного бака потом не добавляя больше бензином полностью укатываем весь в бак и тогда происходит как бы как они заверяют сушка бака очистка топливной системы чистка форсунок и смазка нашего любимого топлива насоса высокого давления потому что в новой присадки скорее возможно не поменяли химреагенты потому что она уже по-другому пахнет и она более маслянистой чем вот это вот короче маслянистой смазывает наш насос который и так агрессивно находится в ресивной среде в работе с бензином на тело и записался на 11 30 15 30 машина отдали произвели замены фильтров замена маслом ревизия свечей свечи что на первом то наш на втором то вы показали себя хорошо замены не требует по новому регламенту на втором то у меняется с меня меняется свечи каждый сейчас по 600 рублей вот и готовьтесь на первом то он имеющего как бы сказать не впарили предложили такую доп опцию skoda плюс это типа более полноценное обследование электронной системы skoda это мне стоило тысячу с копеек насколько я помню по мне эта функция ничего толком не дала я все увидел все находился рядом просто 1000 рублей на выкил на ветер также проверю электронику но на втором то у меня был гарантийный случай все ништяк не поменяли замочек лючка бака на самом деле называется исполнительный элемент лючка бака все окей по гарантии 5 при это все позже и такой момент приятный был что расходники на то номер два оказались дешевле подешевел воздушный фильтр подешевел салонный фильтр масло было тоже цене так присадочка в лесок уже стоило короче все прикольно все хорошо по фильтрам вот это стоит заводская пробка была длинная на ты его ставит свою пробку более короткую пробка стоит 170 рублей но я на каждом ты его не артачиваюсь просто меняя пробку целиком кто-то говорит что продаются шайба отдельно некоторые умельцы просто ну можно теоретически снять шайбу молоточком ее обстучать на тисках но как видите она одессит были как видите она уже вдавлены и теоретически она уже не будет хорошо служить проще взять новую пробку давайте проверим у нас же есть еще одна пробка проняли мое заявление что шайбочка то уже не то так заводская вот а более-менее целая но как мне сказали эти мастера тип из вас кун нельзя снять все может с ней ладно берем пробку которым не сняли на втором ты его что с ней она еще в масле ничего с ней все нормально так тоже самое видите шайбочка она как бы впрессовывается с этой стороны ровненько но все равно в идеале брать новую шайбочку нефиг экономить люди выпал покупаете машину ценой в миллион рублей и больше неужели у вас нету 170 рублей на новую пробочку аре экономить товарищи мы не там экономим на таких высокотехнологичных современных регатах необходимо что все было чеки-пуки если хотите ваша машинка долго ездила итог такой судыки я советую проходить то для сохранения гарантии у официального дилера такой момент что когда вы проходите все регламентные работы вовремя тем более одного и того же дилера существует такая такое негласное правило называется лояльность кодек потребителю и вам ну как бы сказать теоретически продлевается заводская гарантия до трех лет что это значит правда свой срок индивидуально гарантия соблюдается как мне объяснили на большие узлы агрегаты например на коробку там на двигатель на турбину но все строго индивидуально в случае поломки и можешь обратиться к дилеру и в индивидуальном порядке вам будет предложено или бесплатная замена узла или там большая скидка на работы и на материалы так что имейте ввиду есть смысл проходить то у официального дилера меня никто не платит просто я вам советую потому что даже например такая фишка у вас стоит защита двигателя заводская снятие у дилера стоит 40 рублей скажете о многовато сниму к ее в гараже а вот не снимите в гараже есть вас плохая яма потому что будет крайне неудобно широкое расстояние машина вам придется она бы два человека одесский твиями а второй рулит и толкает машину потому что там просто к ней подлезть уже геморрой ну и такой большой плюс как заводская гарантия расходники все сейчас мы будем крутить skoda на замену приборки посмотрим что это закончится у меня еще есть 16 дней гарантии гарантии на мою машину кончается 20 декабря посмотрим какой будет ответ у skoda я отправил видеоматериал по моей поломки дилеру дилер сказал что переслал ее в skoda ждем ответа так что еще короче из моих разговоров со специалистами я узнал то что турбины вообще не киснут все это была ерунда это была ограниченная партия материалов где немцы просто не рассчитали допуски и материалы ну и плюс нашего между сами добили свои моторы потом по dsg почти проблем не бывает только до люди сами тупит по цепухе цепуха ходит 150 тысяч и больше но был бы такой случай когда на двух тысячах приехали к ним с горячем низком цепление как это получилось на летней резине гоняли в голове от все машина сдохла по двигателю как рассказали мне специалисты не на то он не так давно приезжала skoda двигателя 1 и 2 с пробегом 384 тысячи километров она вы себе дальше бегала но там ей накосячили одни специалисты с пробки за сливной маслом включили вкрутили ту они оригинальную она очень протекла и машинка без масла стала писать и 1 и 2 проблемный движок 384 тысячи не хило по электронике такие моменты то что говорит атакер там типа например горит горит блок комфорта все это ломается из-за того что некоторые умельцы например дорабатываться машине там ксеномные лампы ставят например в обычной фары потом по глюку дворников все выяснено я у меня тоже как бы но это все делается легко и просто снимаете клеммы аккумуляторы подождали там секунд 20-30 фиксим полминуты снова поставили машина ошибки обнулила и занимаемся обучение машины снова нажимаем вниз двор этот стекла стеклоподъемник опускается вниз под полноценно потом полностью понимаем вверх все машина обучена машина запомнила так и работает многие проблемы которые описаны ваших формах это просто от неумения от незнания и все это легко и просто лечится потому что у skoda 7 одна из лучших электронных систем кстати ключи skoda 7 как мне объяснили как я и предполагал их мобилайзер очень хорошо защищать машину практически вам не нужна никакая другая сигнализация кому было интересно подписано канал ставьте лайки и ждите нас супер ролик про распил какие ставки товарищи кто лучше shell helix ультра сделано типа на газе в карт в катере и у нас будет оригинальное ваговское масло тот же кастрол эйдж кто кого газ или нефть ждите наш ролик пока пока да 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 да